друзья всем добрый день приветствую всех в лондоне это зона 1 сейчас я расскажу как в принципе потому что лондон очень поделён на разные зоны и такие как районы поэтому много названий может быть для одного места и это но иногда вызывает такой конфуз еще мы сегодня с вами прогуляемся по бейкер-стрит знаменитой я вам расскажу историю про бейкер-стрит и чем она известна пройдемся возле квартиры шерлока холмса вот такой план на сегодня пойдемте вот смотрите вокруг вот эти дома вот видите снизу белое основание и вот это справа и слева вот эти дома им всем по 300 лет три века уже стены там широчезные и дома достаточно теплые сами по себе лондон поделён на зоны в целом первая зона это самый центр сердце лондона я нахожусь сейчас в первой зоне также есть вот у них написано видите сети of westminster вот здесь внизу это как бы район вот есть центральные сети of london там где лондон лондонский мост находится лондон бридж чтоб вам так было представление и тоже вот пересечения по зонам идет и по районам сити такой-то сити такой-то и так далее например вот аэропорт хитру это зона 5 до всего по моему 9 я знаю что в лондоне 9 зон и например если покупаете билеты на метро на поезд то часто продается такой можно купить билет на один день он 1-6 зона и туда входит обычно вот для лондона если вы планируете много ездить по городу то его удобно покупать он дэй пас называется вот и туда включено и метро и автобусы очень весь транспорт неограниченном количестве потому что здесь в лондоне есть не только метро метро называется тюб как бы как труба да если переводить потому что изначально как канал и таки труба были вот так же называют андеграунд подземка на вот когда красный круг когда написано слово андеграунд подземка еще так мы прошли там наверно было шильдом ладно дальше чуть-чуть покажу также есть у них оверграунд то есть андеграунд это под землю овы гранд над землей это идет какая наша наша электрички своего рода просто поезда которые приходят полу проходят по лондону и на них можно отправиться в другие города вот мы подходим вот это уже бейкер-стрит улица так вот позади меня я сейчас показываю видео это рейджин парк а вот с правой стороны видите люди уже стоят охранник это квартира шерлока холмса знаменитая бейкер-стрит 22221 б у нас не можно фотографироваться 1 и 2 этаж квартиры расположена она небольшая можно сходить как чисто для интереса вот вот здесь расположена то есть метро если приезжать ну вот музей шерлока холмса до квартиру посмотреть то вот это метро видите вот красненькая сейчас мы туда подойдем на просто по расстоянию и и это бейкер-стрит так и называется метро и вот просто проходите здесь увидите с левой стороны квартира и там сверху подписано вот сейчас не очень что-то будет видно но вот там сверху есть шильда там двести двадцать один би написано а так значит вот эта улица и называется бейкер-стрит бейкер с английского переводится как булочник кто-то что кто-то кто печет но улица названа не в честь булочника да да потому что но есть улицы здесь в лондоне которые называются там чип-сайт это значит нужили люди которые снимали дешевое размещение эта улица названа на самом деле в честь вильяма бейкера который распланировал эту улицу вообще территория здесь была в 1553 году агентство недвижимости я бы так сказал но портман портман эстейт но эстейт с английского это кто занимается недвижимостью любые операции называют эстейт ну какой то у него была какая-то компания которая владела разной недвижимостью ею управляла видите это так называемая homeless бездомные вот которые зарабатывают по 500-600 фунтов в день кое-где вот в этих районах да представляете в 1553 году заложили эту он купил 300 акров земли вот в этом районе где мы сейчас идем и через 200 лет 200 лет ничего не делали здесь через 200 лет это же агентство портман эстейт они начали застройку этого района этой земли и вильям бейкер распланировал эту улицу по-моему это ведет ссылка к 1873 году или около того вот даже наверно немножко раньше потому что с 1000 даже 1800 и годы здесь вот 803 804 есть информация как бы и на доме здесь на одном висит шили что год жил джентльмен как они здесь сэры все до который был премьер-министром так и вот эта улица она тянется видеть от мэрио бон до оксфорд стрит вот если прямо все время идти то вы придете к оксфорд стрит это мэрио бон такая активная очень видите улица дальше что интересно рассказать про улицу значит большего представляете да какое-то старое место какие здесь какая здесь атмосфера невероятная но бейкер стрит она сама улица она знаменита конечно больше всего квартира шерлока холмса и доктора ватсона которую мы с вами прошли и на самом деле конан дойл который написал эту на книгу эти истории про шерлока холмса и доктора ватсона на самом деле это неподлинный адрес где жил шерлок холмс он это сделал намеренно потому что ожидал что будут люди писать письма вот и по этому адресу находилась на самом деле какой-то какой-то вроде как кадастровое какое-то агентство building society они называют я не знаю правильно переводится это на английский вот эбби national building society и значит они получали они проходили по этому адресу 221b и получали эти письма и в какой-то части ну вот история говорит о том что на 400 писем они даже ответили с такой информацией что к сожалению шерлок холмс выехал по этому адресу и истинно его адрес который он переехал неизвестен вот вот такой интересный момент сейчас очень активно сегодня суббота сейчас час дня вот суббота в принципе такой активный очень день для центра лондона потому что выходной почти у большинства людей скажем так выходной и все отправляются или за покушать во первых потому что здесь большинство людей они едят вне дома вот очень популярная вот эта сеть про это манджер если будете то там они позиционируют себя как ресторан 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 кафе который готовит из натуральной только еды потому что здесь все заботятся о химикатах вот сейнсбрис это обычный супермаркет сеть супермаркетов тоже старая очень сейнсбрис фамилия основателей так что еще здесь интересного ну вот если идти просто прямо мы придем к оксфорд стрит это знаменитая улица шоппинга теска тоже супермаркет и семи царай это кафе ну в принципе видите да что очень очень активно на оксфорд стрит покушать особо негде там больше магазины это вещи есть супермаркеты но это они как в вот марсел спенсер например там есть отдел просто супермаркета и дальше идет одежда несколько этажей там для дома и так далее вот так друзья такой обзор вам по бейкер стрит надеюсь вам понравилось видео я планирую сделать теорию видео про станции метро лондона потому что лондонское метро было основано в 1863 году то есть представляете да у нас еще там в 61 году второй в россии отменил крепостное право а здесь уже метро запустили в 1863 году на бейкер стрит станции есть шильда и история очень очень интересная так что подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео всем счастливо до новых встреч